Вот это всё, больше от меня ничего не получишь. Так и вышло, в общем, с этими деньгами, со всеми небольшими. Марк отправился в путешествие, абсолютнейшая авантюра. Добрался до Парижа, там перезнакомился со всеми авангардистами парижскими. Жил, как и все, в Улии. Это было такое восьмиугольное странное здание с какими-то клетушками, где не было света, где не было газа, где не было ничего. И, естественно, называлось это место Улии. И вот там, в этом Улии, как пчёлки, жили в ужасных условиях молодые художники. Впоследствии те, которые стали самыми талантливыми художниками, известными во всём мире. Вот там же жил и Марк Шагал. И впитывал всё, вот все эти веяния. И как рисовал Матисс, вот эта палитра его невероятно яркая. И вот всё это движение живописи, которое называлось фавизмом. А фову – это как бы дикий зверь. И когда на одной из выставок выставили работы художников из этого направления, фавистов, в общем-то, посетители были, конечно, в ужасе от этих таких ярких цветов, которые били по глазам, какие-то фигуры непонятные. В общем, всё это было очень непонятно. И, в общем, дали направление, вернее, название этому направлению – дикари, дикие звери. Отсюда и начался термин фавизм. И вот эта палитра безумно ярко очень привлекала Марка Шагал. А потом ему ещё нравился французский художник Муро, который тоже был таким вот символистом, делал очень красивые загадочные работы, очень непонятные, где персонажи – это какие-то существа, которые уже не люди, но ещё не ангелы. Вот где-то они посередине находятся, как ангелы же умеют летать, но крыльев у них ещё нет. То есть вот такие какие-то эфемерные существа, очень близкие по духу Марку Шагалу. И, в общем, они тоже прошли красные линии у него. И вот, побыв какое-то время в Париже, он возвращается домой на побывку, на каникулы. До этого он ещё с одним своим другом ездил в Санкт-Петербург. Тоже как бы это было такое место, где очень была жизнь художественная, артистическая, очень живая, очень интересная. Поэтому ему надо было и там тоже, естественно, побыть, и подышать авангардом русским. И, естественно, Марк Шагал тоже входит в эту гильдию русских авангардистов. Хотя он стоит немножечко поострене от всех, потому что он такой самобытный, ни на кого не похожий. И потому что он, в отличие от многих других авангардистов, прожил очень долго, 97 лет, даже почти 98. Представьте, что он умер не так давно, в 1985 году. То есть прожил невероятно долгую жизнь и в жизни, в общем-то, имел всё, что человеку может захотеться. И любовь, и семью, и славу, и богатство. В общем, абсолютно всё. И вот он один берёт своего друга, тоже ученик Игуда Пейна, Виктор Меклер, и вместе едут они в Санкт-Петербург. А в Санкт-Петербурге вот этот вот его друг Виктор знакомит его с одной девушкой. Она тоже из Витебска, ну то есть земляки. Девушка очень интересная. Прямо вот писанной красавицей назвать её нельзя. Посмотрите, вот такая интеллектуалка. Интеллектуалка, и как их тогда называли, эмансипе. То есть девушка, которая пыталась вырваться из оков семьи и доказать, что она многое может. И она действительно, в общем-то, преуспела. Она, ну у неё история очень интересная, чем она только не занималась. В образовании она была и секретарём, и руководителем. Но в какой-то момент, в общем-то, обрывается история, мы даже точно не знаем, как закончилась её жизнь. Вот. Звали её Те Брахман. Это тоже такое обрусенное имя Те. И Те, она была настолько эмансипе, что она могла себе позволить позировать, например, обнажённой для художников. Что, в общем-то, было достаточно для девушки из приличной семьи, рискованной. Вот посмотрите, это Марк Шагалл, который изображает Тею обнажённую. Ну, конечно, тут трудно понять, по чертам лица Тея это или нет. Но вот история якобы говорит о том, что это была она. И вот с Теей, по сути, он начинает встречаться. Ну, по крайней мере, какая-то связь у них была. Они вместе как бы ходят, гуляют и так далее. Вот. Тея его завораживает своим умом. Ну, она такая очень своеобразная девушка, потому что она с мужчинами очень любит, например, целоваться и драться. Вот какая-то она такая, с одной стороны, была немножечко развязанная, а с другой стороны, такая вот пацанка. А к женщинам у неё было отношение очень трогательное, нежное. В общем, как-то она любила с ними дружить. Ну, в общем, не знаю. Тут как бы можно много рассуждать, но не могу вам сказать ничего точного. Ну, образ жизни у неё был достаточно такой раскрепощённый на тот момент. Но, учитывая, что вообще этот период первого десятилетия и начало второго десятилетия XX века, он отличается именно такой вот достаточной свободой нравов, независимости даже от сословия. Вот. И это пустило Тея одну ошибочку. Однажды, когда Марк Шагал пришёл её навестить, она его познакомила со своей подругой, тоже из Витебска. Вот, посмотрите. Вот они вдвоём. Тея Брахман и молодая прекрасная девушка, которую мы знаем как Белла Шагал, то есть будущая жена Марка Шагала. Но, в общем-то, её имя тоже менялось несколько раз. И звали её и Бася, и звали её и Берта, и звали её, в конце концов, уже на европейский манер Белла. Вот. Но изначально вот у неё было несколько переходов от имени к имени. И у Баси, потом Берты, родители были достаточно состоятельные. Они занимались ювелирным бизнесом. Вот. Фамилия была Розенфельд. И мама Фрида Розенфельд была женщиной, но очень такой прям, очень-очень деловой. Очень деловой. И, конечно, для своей дочери она видела жениха очень состоятельно тоже. Но уж в любом случае не какого-то голодранца с непонятной профессией, который хочет стать художником. Вот сейчас я вам покажу. Это семейный портрет. Здесь у нас семейство Сигал или же Шагал. Вот. Я надеюсь, что вы видите всё семейство. Немножечко дальше отведу. И вот посмотрите, в верхнем ряду предпоследний кудрявый парень в белой рубашке – это Марк. Вот. Семья великолепная, но несостоятельная. И если семейство Розенфельд жило в хорошем доме, имело как бы хороший бизнес, у семейства Сигал там была какая-то захудалая ловчонка. Вот. Как я вам говорила, этот райончик, он был такой бедный. Там, в общем-то, между этими деревянными домами ходили, гуляли куры, козы, любимые персонажи Марка Шагала. А вот у семейства Розенфельд была своя корова. Это, в общем-то, было, можно сказать, признаком шика. И до того эту корову они свою любили и уважали, что даже когда куда-то переезжали на время, они брали корову с собой. Как сегодня берут с собой домашних кошечек и собачек, вот они с собой перевозили корову. Потому что это было, в общем, ценное капиталовложение. И, учитывая вот такую ситуацию непонятную, когда в любой момент могли дом сжечь, разгромить и оставить без ничего, корову брали на всякий случай с собой. И вот корова – это тоже признак достатка. И это тоже любимый персонаж Шагала. Конечно же, везде мы видим очень красивых коров, прям с такими, как девушка, красивыми глазами и мордочками. Вот. И сейчас я вам покажу портрет юной Беллы. Берта Бася Белла. Вот посмотрите. Мы будем называть ее изначально Берта. Вот такая вот красавица невероятная, которая отучилась в Витебске. Она одна из всех детей, а детей было немало, получила светское образование. Потому что обычно учились в еврейской школе. Она пошла в школу светскую. И училась так хорошо, что получила золотую медаль. Это ей позволило поехать в Москву, поступить в университет, где она отучилась блестяще, закончила блестяще. Она специализировалась на литературе. У нее был дар литературный. Она сама очень хорошо писала. И, конечно, если бы она не посвятила всю себя гению своего любимого мужа Марка, то она бы, наверное, стала достаточно прилично известной писательницей. И Марка уже после смерти любимой жены Беллы этот факт немножечко расстраивал и смущал. Он понимал, что Белла все себя отдала ему и себе оставила очень мало. Только уже впоследствии, живя во Франции, в достатке, они смогли уже немножечко расслабиться. И тогда Белла стала писать свои книги. Ну, а возвращаясь к вот этим двум девчонкам молодым. Вот. Значит, посмотрел юноша на свою девушку, скажем так, Тею. Посмотрел на ее подругу Берту. И у него все перевернулось. И вот как сам он пишет. Явившаяся подруга, не кстати явившаяся. Ну, возможно, что они там, может быть, даже обнимались, целовались с Теей Брахман. А тут пришла в гости Берта Розенфельд. И вот он услышал ее голос, мелодичный, как будто из другого мира. И он понял, что этот голос волнует его. Кто она? Мне страшно. Надо подойти, заговорить. Но она уже прощается, уходит, едва взглянув на меня. Ну, конечно, в общем-то, такая девушка, себе знающая цену. Не будет она заглядываться на первого встречного. Тем более, что он, кажется, друг, очень близкий ее подруге Теи. И вот они вместе с Теей выходят погулять. И на мосту снова встречаются с Бертой. Она одна, совсем одна. И с ней не с Теей, а с ней я должен быть. И вдруг озаряет меня, говорит Марк Шагал. Она молчит. Я тоже. Она смотрит. И тут он видит эти ее глаза. И они такие черные, жгучие, глубокие. И он понимает, что они как будто бы уже давным-давно знакомы. И что она знала его всю его детство. И это не так, что LD5.